Свежее и горячее питание необходимый элемент в жизни каждого человека, особенно школьника, ведь грызть гранит науки без приема пищи сложно. Поэтому комбинат школьного питания «Глобус» за эти три летних месяца активно модернизирует школьные столовые и свои склады. В каждой школе объем работ разный. Где-то, соответственно, идет капитальный ремонт, где-то идет реконструкция, где-то меняется оборудование, где-то меняется посуда, где-то идет кадровая работа, в том числе, то есть меняются бригады, соответственно, меняется посуда. Но объем работы, который был проведен за летнее время, он достаточно большой. С нового учебного года комбинат будет обслуживать 87 школ. В эту компанию добавилась новая – 138-я в поселке Спутник. А главное обновление – это, конечно же, школьное меню. Здесь специалисты проводили опросы родителями и учениками о том, какие блюда они хотели бы. Все пожелания были услышаны, теперь школьников будут ждать и люля, и блинчики, и горячие бутерброды. Правда, с элементом правильного питания. Меню младших классов мы разнообразили блинчиками, полезными сэндвичами. Это не общепринятые сэндвичи, это не по типу фастфуда. Меню будет разрабатываться, разработанным, точнее, полезным. Старше куков мы в этом году побалуем свининой по-мексикански. Это новое блюдо абсолютно-таки. Ну, надеюсь, что оно понравится. Различные овощные гарниры, да, мы расширили этот спектр. Затем, что еще? Люля-кебаб с соусом. Ну, опять же, это такой будет школьный люля-кебаб. Правда, пока рецепт этих вкусняшек повара не раскрывают. Держит интригу до начала учебного года. Особое внимание комбинат уделил и автопарку. Чтобы доставлять продукты в целости и сохранности, нужны надежные машины. У нас в автопарке 21 машина. К сезону были подготовлены 100%. Кузовные, окраска, СТО. Все машины пройдены. Завершить все ремонты столовых в административных зданиях на складах планируют до 1 сентября. Чтобы с нового учебного года все было идеально для организации школьного питания. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.